В Красноярске может стать на один долгострой больше. Сегодня инвесторы элитной многоэтажки на улице Пушкина, а это около сотни человек, обратились к депутатам и к главе города с просьбой помочь им достроить свои квартиры. В других вариантах, по всей видимости, в Лидии не осталось. Срок сдачи многоквартирного дома откладывался уже четыре раза. Подробности в сюжете Екатерины Самохваловой. Вот этот дом в нескольких метрах от Копыловского моста на улице Пушкина. Закончить стройку должны были здесь в сентябре 2012 года. Но уже в четвертый раз компания «Краспро» переносит сроки сдачи дома. Я покупала квартиру в начале февраля. Договоры оформлены в 2011 году. То есть пошел четвертый год. И тоже мне присылались два письма о переносе сроков без объяснения причин. Просто уведомление, что срок перенесен. Последнее, что это случайно узнал информацию, оказывается, что теперь последний срок это август 2014 года. Но мне даже уведомления насчет этого не пришло. По словам дольщиков, генеральный директор строительной фирмы рассказывает им одну и ту же легенду о том, что после продажи коммерческой недвижимости в строящемся доме все вырученные деньги пойдут на возобновление строительства. Но люди в этом сильно сомневаются. По их данным, все квартиры компании «Краспро» реализовывались застройщиком через другую фирму «Зао Кия». Квадратные метры им передавались по заниженной цене, говорят дольщики. Таким образом, деньги выводились со стройки. Инвесторы уверены, счета «Краспро» пусты. И вряд ли им теперь смогут вернуть вложенные средства. На первоначальном этапе все квартиры продало компании «Зао Кия». Продало по цене в два раза ниже рыночной. И учредителем компании «Зао Кия» является тот же господин Архипов. Там он стопроцентный учредитель. Как выяснилось, в компании «Краспро» четыре учредителя. Сегодня нам удалось связаться с одним из них. От официальных комментариев он отказался, заявив, что проблемы связаны с нехваткой финансирования. Строительство обещают закончить осенью этого года. Но дольщики говорят, что это очередная отсрочка, так как на стройке никто не работает. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, они написали коллективное обращение к мэру. Также попросили помощи у депутатов городского совета. Вы знаете, судя по тем документам, которые мы сегодня видим, застройщиками данного дома, то есть собственниками компании, которые строят сегодня дом, являются очень уважаемые в городе Косненские люди. Я думаю, что они найдут возможность, если мы их об этом еще раз все вместе попросим, очень уважительно. Все эти деньги найдут ресурсы и данный дом завершают и достроят. Тема дольщиков в последние дни вновь в центре внимания. На грани больших проблем несколько фирм. Строительная компания «Консольни» может завершить строительство пяти многоквартирных домов. Один из них находится на партизанах «Железняка-26». Дом строили почти семь лет. Сейчас медленными темпами идут работы по благоустройству и отделке помещения. Складывается такое впечатление и подозрение, что она, ну, Мансурова, разделила балансы предприятия, СК «Консольни» на несколько, там, на три или на четыре компаний, чтобы проблемные объекты свесить на одни компании, а те активы, которые можно использовать, на другие. Долгострой есть также у компании «Сипстоун». Договоры на долевое здесь заключили около 700 человек. Таким образом, сейчас в нашем городе полторы тысячи людей, которые приобрели виртуальное жилье и когда получат настоящее, неизвестно. Екатерина Самохвалова, Дмитрий Кучко, Афонтова. Новости.